Екатерина Алексеевич, расскажите, что за зебра? Откуда привезли? Как, самое главное, прошла поездка? Уже 12-е поездка на новую территорию осуществляется нашим парком. Зебры принялись из знаменитого заповедника Аскания-Нова. Мы заключили весной в два года договора с отручностью взаимной помощи и по обмену животными. Уже одна партия животных приехала раньше, это вторая партия, на осень планируется третья партия животных. Транспортировка зебр, как я всегда говорил и отмечаю, это очень опасное специфическое мероприятие, как и всех антилоп, жираф и так далее. Потому что африканские, сводолюбивые животные не терпят сжатого состояния, стесненных условий. И мы уже научились перевозить зебр, они едут свободно в машине, там никаких клеток. И, конечно, выгрузка это всегда волнительно. Когда-то в киевском зоопарке привезли зебр, и они прямо при выгрузке просто разбились от стресса. Такое было в истории зоопарков и часто. Поэтому я рад, что мы отделались одной легкой царапиной, которая быстро дозревется на ноге у зебры. Вот они отспаивают свой вольер, с которого перейдут еще в больший вольер на новой территории, которая сейчас выделяется в правительственной республике Крым. И там будет вольер с зебрами и жирафами, зебрятник, жирафятник будет. И чтобы их еще раз не травмировать, не ловить, не высыплять, они отсюда просто пойдут по коридору в новый свой вольер. Парк Тайган сегодня украшен еще и вот таким большим количеством зебр. Одна зебра у нас беременная из прошлой партии, надеемся, что она родит уже в августе месяце. Ну а это вот такая молодая самцовая группа будет здесь радовать посетителей и жителей полуострова. Сказали, что все самцы, а примерный возраст какой у них? Два-три года. Два-три года, вот как началась СВО, почему-то в Аскании Нова все самки рожают только малышей. Но вот законы природы не поймешь, не переделаешь. И поэтому Аскания Нова старается этих зебр отправить в другие фонды, в запасники. В данном случае парк Тайган, выбран зоопарк «Сказка». Вот и составлены соответствующие договора, документы. Я рад, что транспортировка прошла очень быстро, успешно. Вот и зебра осваивает свой новый полет. Какие дальнейшие действия? Я так понимаю, что ветеринар должен осмотреть животных, какой-то карантин. Ветеринар сейчас уже осмотрел животных, сфотографировал транспортировку. Мы вручили требования, которые выписал Российскоснадзор на границе. Сейчас карантинные мероприятия будут проводиться здесь, в Крыму. Но мы совершенно спокойно привезли зебры не из Африки, мы привезли зебры из государственного бюджетного учреждения, где уже проведен карантин, более полуторамесячный карантин. Взяты пробы крови, анализы все. Зебры совершенно здоровы, находились в изолированных помещениях. Поэтому никакой угрозы мы в Крым не завезли. Мы провезли их буквально здесь 300 километров. Из очень благополучной территории и известного заповедника, о котором ветеринары знают свою работу. Но для формальности все ветеринарные мероприятия, которые необходимы здесь, будут проведены в течение 28 дней. Это зебра Чампана, я так понимаю. И прошлая группа тоже? Да, зебры Чампана очень красивые. Это один вид, вы правы. Вот сейчас самое время подумать, заключить какой-то где-то контракт с африканской страной на поставку самок. Ну, на, все, замечательно, спасибо. Спасибо, я. Все, перебивки снимайте. Посмотрите, да я, как красиво. Кому зебры выступают, как, я не знаю, как в цирке. Посмотрите, табун-минь. Конечно, вид у нас не африканский, но увидеть такую табун-зебры в Крыму... Где-то Мелвин, где-то Петер, где-то Батер. Попробуй разберите. Это у нас Александрина и... Они все у нас Мелвина. Иландные эксперты, они могут давать имена. У этого черточка такая, а у этого на попе вот так разберите, посмотрите, вот так. Все, и тогда, ой, там у нас диванных экспертов полстраны. Без нас есть, как бы, Батерина. Они всеми за собой родственники, да? Ну, они, там, большая достаточно группа у них, они с разных семей. Это одна группа, один вид, но... Ну, они нормально взаимодействуют. Ну, да, но где-то будут выяснять отношения, как мальчики, все равно. Хороший, ты хороший, все хорошо. Царапинка пройдет, я тебе даже помазать не могу, ты же не дашься. Да? Ты же не дашь. Для такой сложной выгрузки одна царапинка, это... Ну, попереживали, конечно, потому что нужно было их вытеснить, потому что нужно было их подвинить к этому. Вот, ну, слава богу, пошли царапинкой, там, одной стороне. Совершенно неважно по сравнению с тем, что могли поломать и ноги и шеи. Ну, вот, нет, красавка, красавка, замечательная. И как им понравилась зелень, деревья, там же нет, было у них деревья. Они видели, они видели только травы, степи там, и последние месяцы они вообще стояли в карантинных помещениях, поэтому Зеленовская им очень встать будет. А здесь еще и пригород есть, им ходить, у них большое зимнее помещение. Вот, ну, проведят кусты, проведят, ничего страшного. Я думаю, не поредят, я думаю, уничтожат, в принципе. Хорошо, что эти основные деревья в сетке. Вы подписчики наши снимаете, да? Конечно, конечно. Да, дорогие наши друзья, вот еще одна партия животных прибыла из Исканино. Рады вам показать, сообщить. Вот, с сегодняшнего дня пройдет, значит, карантин перед службой, но это не мешает нам показывать вам уже зебру. Вот, совершенно здоровая группа зебр, вот, приехала, вот, и украсила этот давно приготовленный для них волье. И Исканино стало легче, потому что забрали эту группу. Они не могли ее сильно выпустить к остальной группе, да, потому что самцы дерутся, когда их много, да. По номерам, по паспортам, чтобы этот самец только мог покрывать этих самых, этих там, у них там наука работает, поэтому у них излишки были. А тут они прямо украсили, несмотря на то, что они там не были, не стояли вместе, здесь они очень даже, общая дорога, общая загрузка и выгрузка сплотила. А в Тайгане... Они очень быстро, да, осваиваются, они уже как-то территорию. А в Тайгане стало еще на одну шикарную эксплуатацию.